Здравствуйте, добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Рабишим Шандобина Пинкунса «Врата молитвы». И новая врата, которой мы сегодня с вами займемся, это «Мольба». Итак, он пишет. Хинун – это так это называется на иврите, на лошонокодж, на святом языке, эти врата. Чем кольца хинун мёцрога дольше энь кому ву, отцар над хинам. Итак, пишет Рабишим Шандобина Пинкунс «Хинун» или «Мольба». Это один из видов молитвы. Так мы можем учить этот вид молитвы из стиха, когда рассказывают про Мошел Рабейну, как он просил Всевышнего. Он просил это мольбой. И так говорят наши мудрецы, когда мы просим у Всевышнего, то просить у Него, чтобы Он нам дал не просто мольбу, чтобы Он нам дал из своих сокровищ, если образно так можно сказать, что у Всевышнего много сокровищей, сокровищей, сокровищниц на небе. Есть одна сокровищница, которая называется хинам. Хинам в переводе на русский можно перевести самое простое – это бесплатно. Но бесплатно это не очень так звучит, можно сказать, безвозмездно или не ожидая ничего взамен. Это не только вид просьбы, но это также чувство, которое сопровождается к этой просьбе. Когда человек просит бесплатно, это показывает, это иллюстрирует то состояние души, когда он понимает, что нет у него каких-то таких заслуг, что он может просить заслугу чего-то, что вот он сделал, он собирается сделать. Или он находится в такой очень-очень низком месте в смысле каких-то требований, или даже не претензий, а каких-то ожиданий. Очень-очень-очень внизу. И он чувствует, что если проверить, то ничего не положено. Ему ничего. И среди человеческих отношений очень сложно привести параллель к этой просьбе, потому что даже если мы скажем, что пришел бедняк богачу и просит у него помощь, то это не просто помощь совершенно бесплатно, бескорыстно, и богач, так сказать, ему дает. Это правда, но в конце концов богач, он обязывает его тора помогать бедным. Он не просто, это не его, он выполняет свою миссию по отношению к бедняку. То есть он, конечно, дает бедняку, но что он взамен получает? Он взамен получает награду за доброе дело, которое он сделал. Он получает ощущение, что он выполнил свою миссию. То есть это не полностью, никогда не бескорыстный подарок, когда один человек дает другому. Даже если на самом деле нет никаких видимых, то есть обратно он чего не получил, но что-то тот человек, да, получил чувство удовлетворения, удовольствия того, что он дал. Поэтому параллель в человеческих отношениях, это матнатхинам, это бескорыстие, это бесплатно, но тяжело привести. Равпинкус продолжает эту параллель, когда богач помогает бедняку. Не только тем самым он выполняет свою миссию, но он помогает также себе в том плане, что, пишет Равпинкус, говорят наши мудрецы, души всех людей, они взаимосвязаны, души всех людей, они представляют одно общее. Когда одному человеку кому-то стало легче, стало лучше, он немножко вздохнул с обличениями, каким-то образом это влияет на все души. В связи с этим можно привести такой закон. Известно, что если, не дай бог, умирает человек, то его близкие, они разрывают одежду в знак траура. Но параллельно существует закон, что если кто-то находится рядом с евреем, в тот момент, когда он умирает, его душа возвращается к своему источнику, то даже если рядом с ним находится совершенно незнакомый человек, ни родственники, его вообще первый раз увидел, позвали, проходи, прохожий шел по улице, его позвали, зайди сюда, здесь умирает человек. В этот момент, когда выходит его душа, он тоже по закону обязан надувать свои одежды. Почему? Ведь он не родственник, он совершенно чужой ему человек. По этой же самой причине, что все души, они связаны между собой, невозможно сказать, это чужой человек. Нет такого понятия совершенно чужой человек. Он в какой-то мере тоже мой родственник, и часть, и частичка моей души, и все мы связаны между друг другом. И только так на самом деле можно достигнуть единства, и только так можно достигнуть и настоящих духовных высот, потому что известно, что Всевышний дал Тору евреям в тот момент, когда они были единым целым. Так написано, иши хад бле в хад. Когда на самом деле евреи любят друга, чувствуют, что другое, не просто другое, он часть меня, он часть моей жизни, тогда это называется бле в иши хад бле в хад. Единая душа, единый народ. Веколе хадах реаля, что не лах юто, и каждый, он ответственный за другого человека, чтобы лах юто, лах юто, помочь ему выжить, помочь ему жить, сделать так, чтобы его жизнь была приятнее. Не так просто Всевышний дал, простите, богатчик дал свое. Он его, Всевышний, поставил в такое место, на социальной лестнице, что он распределяет свои богатства по закону, который дал ему Всевышний, то есть он ему дал денег, для того, чтобы он заботился о бедняках. Он по отношению к беднякам посланник, который обязан им помочь. Если он дал, богатчик дал бедняку, то, конечно, бедняк ему благодарит, но если он ему не дал, то бедняк чувствует не просто, что он ему дал, он ему чувствует, как будто он его обворовал, он как будто не дал ему что-то, что ему положено, бедняку. То есть это такая абсурдная вещь, как бы, что он тебе ничего не положен, но такое чувство все-таки у бедняка есть, как будто ему нужно было дать, и богатчик воспрепятствовал этому подарку, чтобы он пришел к нему в руки это чувство она на самом деле отражает действительность он действительно по закону должен был ему дать у бэмэ тукахши газло и так говорят наши мудрецы если ты должен был по закону ему дать и ты не дал ты как будто его обворовал вафаль пише эйна аниме вины дзебесих ло бома кэняна дава руках да и даже что если и бедняк и не до конца понимает все это конструкции распределения богатства и в нашем мире но тем не менее это так потому что написано что леакеса филе азов на всевышнего все деньги все золото все что есть в адаму урагазбара человеку только посланник ласо шлиху тоши кавала тора только посланник делать то что тора его обязывает и с этим можно привести то такой случай когда пришли к одному раму не помню сейчас кто к нему забрался вора и украл у него и мне кажется подсвечник и раф заметила это и когда вор обнаружил что вор его видит он бросился бежать а раф бросился за ним и вот они бегут по улице и раф кричит ему постой постой чем больше он кричит и чем больше он бежит тем вор все дальше а дальше от него бежит пока наконец раф не закричал ему я прощаю тебе да я прощаю тебе все это твое я не отказываюсь от вещи ради тебя это не говорит о том что каждый человек должен так делать когда его пробовать не дай бог да но это говорит на может у этого раба действительно чувство и понимание кому принадлежат вещи она очень сильно что не просто так у него есть какая-то вещь на тот момент когда она пришла во владение другого человеку до несчастью таким образом что он его украл но чтобы тот человек не получил наказание за кражу он должен в тот момент отказаться от этой вещи свое сердце что все она не принадлежит как будто это эфкер это и уже все может это взять любой человек и не только он это сделал чтобы тот человек не получил наказание будущем мире но он еще ему хотел сказать что вдруг когда-нибудь тот и раскается в тех действиях которые он сделал будет переживать что он украл такой хотел бы сказать чтобы он не переживал когда-нибудь если такое случится то есть и очень ясно очень четко понимание что происходит в этим мире не только с вещами но и с людьми очень часто у человека есть какое-то чувство пишет трав пинкус например жалость милосердия по отношению другому человеку это не просто так чувство возникло это действительно такое тонкое послание всевышнего что надо сделать то к чему от тебя обязывает это чувство и есть и такой закон когда им бедняк обращается к нищей обращается с просьбой дать милостыню если глаза встретились если видно что он обращается именно конкретно к этому человеку то обязательно нужно вам дать даже какую-то мелкую монету нужно дать вики ванчиках каше мео длимцо догмалем отна тхина бэмет и маину квар муцим офеншель бакашат хинам и узэша из панавлева кеш машу бэмет бэхинам то есть среди людей очень тяжело найти такой параллель то человек полностью бескорыстно дает что то даже заканчивая этот пример с богачом понятно что богач дал даже если он дал бескорыстно но все равно он дал не просто так потому что у него есть обязанности или потому что у него чувство удовлетворения или просто ему надоели стоны нищего он хотел уже это прекратить что-то он получил взамен но когда всевышний дает он ничего не получает взамен это по-настоящему бескорыстно вулай навим и коль маком альца демьон маша лезе вау маша ледиот мефурса вула алейхат шавивит хасэ дэму мауд вешпия лавров тува ва шерут муфлегит вешам рок ольхая в микольра тут рафинкос приводит такой пример чтобы еще более усилить это понимание насколько тяжело перевести этот параллель между миром отношений и подарков как это у людей и когда мы просим у всевышнего ян приводит такой пишет известный пример когда отец и сын и отец он богат состоятельный человек и сделал все для своего сына как начиная с маленького возраста и давал ему и берегал его и рассказывал ему дал ему все все что может что только было его в силах и свыше этого и когда сын вырос он стал уже взрослым человеком между ними произошла ссора и сын в гневе в ярости в раздражении он он убил своего отца вина у мэдлиф нэшу фэйтвурэу нур атом асе ашер аса да и его призвали к суду и вот он стоит перед судьями и видит и вдруг соображает у него доходит весь ужас и весь кошмар того что он сделал и тогда он начинает плакать и просить судей чтобы они смелостились над ними что они немножко смягчили ему приговор потому что он понимает что это страшное дело что он делал но все-таки у него есть смягчающие обстоятельства и чтобы был немножко пошли ему навстречу и спрашивает его суть какие у то смягчающие обстоятельства он говорит но сейчас ведь я сирота сейчас я сирота как можно наказать жестоко сироту из-за бушак какой позор какой ужас какой стыд если человек так себя ведет рэми асаут халей том кто кто сделал так чтобы ты стал сиротой кто эту ситуацию создал эту ситуацию создал ты сам своими руками убив своего отца чего теперь ты просишь смягчение приговора и каких-то общему быть претензий за ума шаля мити и это пишет раф пенку с настоящий пример аль коль сука бака шотчевы вакшим она мяшем кегон под на саха им бриют вишара ними цахина но это настоящий пример во всем видам просьб которым мы просим у всевышнего и достаток и жизни здоровье и различные моменты нашей жизни когда мы просим его помощь шары меньше маке в метану а то во кто кто создал эти факторы которые будут препятствовать тому чтобы мы получили все блага всевышнего ра шеми цедует барах потому что всевышний со своей стороны он очень хочет и стремится к тому чтобы сделать нам дать нам ров туба браха блок вуль безграничное добро и и и богатство и счастье успех во всем он со своей стороны готов дать нам это все без без границы без и каких-либо преград а кто сотворил эту эту реальность того что мы не можем это получить мы сами да то есть наши плохие дела наши плохие поступки и слова и мысли они они разрушают этот мир и разрушать нас вместе с этим миром и они тем самым творят преграду для того чтобы получить получить блага от всевышнего киванчик кейн эйзу тайна есть ландова кеша хамим и если мы сами создали эти преграду что мы теперь стоим и просит милосердия веке и моменты сэкана нора мебокэш рахами машемит барах лена цель миюлзея шерах висоту оля мацавши и цитарых ли кабелю на шибы и суры мина шамай на человек например и и привел себя в место где очень опасно где много много различных опасностей где ему угрожает и действительно ему страшно и тогда начинает кричать и плакать и просить всевышнего чтобы он его спас но в конце концов у тебя есть свобода выбора ты сам пришел в это место теперь ты просишь чтоб я тебя спас а рэй тура ази мазаэра талкию митсвот касседэр шелош памим байо мазирута на шьем и шамру лахэм пэн и втэли вавхэн веколла азарот а тарак тувочем мудеют лану майк рэй им ло нишмор тарам бээвэвээвээээра да и тем самым когда мы сами удаляемся от выполнения тор выполнение ее заповеди той или иной мере что мы можем сказать свою защиту да ведь сисы с вестерны всевышний предупредил нас и второе написано три раза в день когда евреи молятся он напоминает об этом себе и так написано в молитве так написано в торе что а валь будьте осторожны будьте осторожны с собой будьте осторожны с этим миром потому что если вы не будете моими путями то тогда не смогу вам дать все блага и так написано говорят шматок написано во многих многих местах на есть такой мидраж когда всевышний создал этот мир и ты создал рай и создал человека он и привел человека в рай в райский сад и он сказал показал ему что как он выглядит этот рай рассказал ему что где где есть ручьи где есть деревья где есть цветы и показал ему показал ему все обвел его везде и сказал тендат хаши лот и калькель ве тахри ве тулами но пожалуйста обрати внимание чтобы ты не разрушил мой мир да и что случилось все таки первый человек не выстоял в этом и он да разрушил и мы продолжаем к несчастью разрушать и от нас требуются большие усилия чтобы ограничить себя и чтобы исправить себя но по природе вещей мы когда мы просим всевышнего мы все таки понимаем что мы сами загнали себя в эту ситуацию но мы не слушаем очень часто мы не хотим слушать и мы не хотим принимать то что написано в Торе когда в конце концов на нас на народ на евреи всеваливается то о чем нас предупреждали как это довольно таки нахально с нашей стороны вдруг поднимать голову но всевышний теперь спаси нас а теперь спаси нас да в связи с этим можно вспомнить такой момент когда говорят такое известное выражение говорят где был бог во время катастрофы да есть это очень абсурдное заявление на самом деле потому что если те кто это заявляет они считают себя очень милосердными откуда это милосердие пришло это милосердие пришло из Тора оно пришло из юдаизма оно пришло от того что бог повелевает о милосердии и написано об этом в Торе много раз это вышло христианство из христианства гуманизма эти идеи распространились в мире если бы не этот то люди бы по моему несли пуссес да человек человеку волки люди сожрали друг друга живьем и тем не менее люди встают и говорят а где был бог но в связи с этим может быть более глубокий пласт на самом деле раввины предупреждали о том что может быть но их не слушали а после этого пришло то что написано в Торе и это закономерно и как мы можем после этого говорит Равпинку спросить о милосердии у нас не может быть ко всевышнему никаких претензий не по закону не по закономерности не по каких-то смягчающих обстоятельств откуда какие у нас могут быть требования или хинам ну что может быть у нас быть хинам гамур бескорыстно бесплатно не в заслугу и это чувство и это форма молитвы которая приходит в полнейшем смирении когда человек понимает нет у него заслуг никаких просить о чем он может просить он сам себя вогнал и его предупреждали тем не менее то что посыпалось ему о чем он может говорить только этому он может говорить о матнатхинам о бескорыстном о бесплатном о том о чем не требуются заслуги он может просить милосердие всевышнего который блитахлит без границ лило шум цацхуд не ожидая никаких и не надеясь ни на какие заслуги и наши мудрецы приводят мидраж когда Моше поднялся на небо и его всевышний показал сокровище которое есть в небесном благе и спросил его Моисей спросил у Всевышнего кому эти сокровища говорит мидраж как будто это были целые залы огромные залы с сокровищами с бесконечными подарками а кому это а кому это спросил Моше и сказал ему Всевышний это это огромный зал сокровищ это для тех кто изучает Тору показал ему другие залы и спросил у него Моше а это кому а это сказал Всевышний для гумле хасадим для тех людей которые проявляют милосердие и помогают другим и так ему показывал показывал каждый раз объяснял для кого предназначаются эти залы для награды в будущем мире и после этого показал ему огромные сокровища безграничные бесконечные совершенно невообразимые и спросил Моше Робейну а это кому а это сказал Всевышний Матнатхинам это те сокровища за которые человек не просит в заслугу чего-то не ожидая от того что ему положено что-то для тех кому ничего не положено для тех которые я могу дать совершенно бесплатно бескорыстно в связи с этим можно привести такую притчу которую которую рассказал Робинаховна Мевреслов ее может быть в одной из ее вариантов эта притча она написана в одном из комиксов Робга Диполлока когда царь король пригласил известных художников чтобы они разрисовали стены его нового дворца и были там несколько художников и каждый из художников рисовал рисовал а один не стал рисовать он ленился это одно из один из вариантов этой притчи уропе нахваны две слова немножко есть другой вариант когда то есть может быть был один потом получил несколько причин эта притча царь пригласил двух художников и один действительно рисовал какие-то потрясающие цветы растения птицы просто разрисовал им уральский сад с деревьями с ручьями что-то невообыкновенно невообразимо а другой в это время не рисовал он просто не обратил внимание не думал про это не не говорится в притче что он был злодей или что он был безответственный человек но он но он просто написано не не обратил внимание то есть он был занят наверное очень другими делами у него были какие-то проблемы какие-то какие-то вещи и он в принципе хотел да но как-то вот не вышло да как мы говорим ну вот не получилось и когда подошло у них был какой-то срок нужно было уже показывать царю осталось несколько дней и и вдруг второй который ничего не делал художник он вдруг схватился руками за голову это что я теперь буду сделать я не могу ничего сделать огромное помещение целая стена которую нужно разрисовать никакими силами никакими возможностями нет нет вас это не выше человеческих возможностей сейчас это нарисовать у него нет ни сил ни времени ни возможностей никакой и что он тогда сделал но несмотря на это что же я могу сделать и что он сделал он это сначала он повесил и эм вилон повесил какую-то занавеску штору повесил на протяжении на всю эту стену и назначенный день и что-то он сделал там за этой занавеской назначенный день пришел царь сначала он обратил внимание на на одно помещение на тот зал который нарисовал первый художник и тот был разрисован великолепно восхитительно потрясающе нет слов это было что-то невообразимое такой уровень техники и такой уровень воображения и мастерства было что-то невообразимое царь был очень доволен и его щедро наградил и когда они вошли в другое помещение то там была занавеска и когда отдернули занавеску что оказалось за этим оказалось зеркало и написано в притче в в утав адавар байнея мэлер то есть в этом зеркале что отразилось отразился сам царь который пришел отразилась вся его свита отразились отразилась мебель которая была в этой комнате отразилась отразилась ваза с цветами отразилась вся роскошная обстановка которая была в дворце у царя все это отразилась он ничего не сделал от себя тот художник он сделал только зеркало воутав адавар байнея мэллах и это царю очень понравилось о чем эта притча эта притча она о нас и все мы время от времени второй художник то есть первый художник это конечно замечательно это ответственный человек он прекрасно справляется со своими обязанностями он делает то что нужно он делает все с уроком он делает то что написано то что правильно да это как такой идеальный человек и в наше время людям очень тяжело соответствовать такому образу в наше время каждый человек время от времени находит себя в ситуации когда он должен был что-то сделать но он на самом деле не сделал хотя он был должен теперь он хватается за голову говорит а что теперь мне делать и несмотря на это он пытается что-то сделать то есть говоря глубже в прошлое поколение они могли дать Всевышнему огромные богатства своих внутренних подарков они могли делать необыкновенные подарки Всевышнему своей работой своей великой работой а мы к сожалению очень часто бываем сломлены нам бывает грустно нам бывает плохо и что говорят мудрецы в это время нужно сделать не бояться этой ситуации и не бежать от них и говорить вот черная полоса и меня Всевышний не любит ты меня бросил и я не достойна ничего на самом деле это это самое место где человек обнаруживает себя что он не достойна ничего он не может ничего дать чтоité был и в чем на самом деле наша задача что сделать тот художник И то, что в конце концов привело к тому, что ему понравилась работа второго художника, он сказал, несмотря на это, что я могу сделать. Это то, что мы должны сказать в этих ситуациях, когда мы чувствуем, что пришли к границе наших возможностей физических или эмоциональных, или каких-то лимон, сказать, а что же всё-таки, несмотря на это, можно сделать. И что мы можем это сделать? Можем сказать, я не могу дать Всевышний тебе что-то от себя, потому что у меня нет, у меня всё закончилось, пришли к границе полностью. Но я могу дать тебе отражение твоей милости. В этом зеркале отразился сам Царь. То есть всё, что у меня есть, это только ты. Всё, что у меня есть, это только такие подарки, которые ты мне дал. Я от тебя ничего не могу дать. И когда человек может такое сказать Всевышнему, то он находится, это как бы очень самая такая низкая-низкая точка. На самом деле точка очень высокая, потому что тогда он чувствует себя, что он действительно полностью зависит от Всевышнего. И нет ни у него ничего, что он может сказать заслугу этого. Я у тебя прошу ли заслугу этого я тебе прошу. Ничего у меня нет, никаких заслуг, ничего, ничего. И тогда он может просить у Всевышнего только матнатхинам, только из тех сокровищниц, которые людям даются не в их заслугу, а только бесплатно, бескорыстно, потому что они просят об этом. И эта сокровищница, она без границ, она без невообразимого размера. И это именно то, что нам нужно. Иногда люди разговаривают со Всевышним и говорят, у меня всё нормально, у меня всё прекрасно, но Всевышним ждёт, чтобы мы попросили. А нам тяжело признаться, насколько у нас ничего нет. И это место, где мы чувствуем, что у нас ничего нет, это место настоящего смирения. Так пишет пророк о конце дней. Он пишет так. Это сказал пророк Ишайя. И возрадуйтесь, шохнеофар, шохнеофар, это те, кто в прахе, но имеется в виду не в прахе. Не имеется в виду ранену, может быть, одно изначений, может быть, это восстание, как восстановление из мёртвых, как нужно правильно сказать, но в другом понимании, более глубоком или тоже глубоком, в таком же плане, но немножко другое, что шеми, шенаса, шахэн лафар бахаев, тот, кто чувствует себя очень шахэн лафар, как будто он сосед праху, в каком плане, что он не чувствует себя кем-то таким необыкновенным, что ему очень много положено. Нет, он понимает, что у него ничего нет, что у него есть, это только отражение Всевышнего, это у него то, что есть. Вы царих лавин, их нужно понять, пишет Рафпинкос, почему отцар сокровищница, или богатство, или благо, которое называется отматнатхинам, бескорыстное благо, и почему он больше всех других. И объяснение этому такое, что любой, любая сокровищница, любая сокровищница, любая сокровищница, если это в заслугу изучения Торы, то она в каком-то мере, то, что человек получает, это ограничено рамками тех усилий, которые он затратил для изучения Торы. Да, любые блага, которые идут в заслугу чего-то, они тем самым ограничены усилием человека в этом плане. И даже если он, благодаря своим усилиям изучения Торы, он получил очень большую награду. Но в конце концов, из того, что проверяет и измеряет его усилия, понятно, что награда, она имеет какую-то границу. Но награды или благо, которые безграничны, которые бескорыстны, бесплатны. С точки зрения того, кто принимает, нет ничего, что могло бы ограничить это благо. И так принято в нашем мире. Тот, кто дает своему другу подарок. То, что, какие параметры есть у этого подарка. Это желание того, кто дает, сделать ему, человеку, приятное. Это параметры этого подарка. И чем больше человек, тот, который дает подарок, он более имеет возможности. Или чем он более щедрый, тем и подарок, который он даст, он больше. Тем самым понятно, что сокровища и блага, которые Всевышний дает не в заслугу, а бесплатно, они безграничны. Потому что его милость и его милосердие, оно безграничное. То есть два момента. Не только благо, которое Всевышний дает, оно безграничное, если мы и говорим о Матнатхинам. Но и само желание Всевышнего дать, оно тоже безграничное. Поскольку в этом нет никакой тени, никакого даже намека на заслугу человека. Нет тут никакой заслуги человека. Поэтому, если человек ограничен, то его заслуги, какие бы большими не были, они тоже ограничены в силу обстоятельств, которые человек и создал эти заслуги и свои дела. Но тут, поскольку вообще нет, речь не идет о человеке, а речь идет только о благе Всевышнего, то и благо это безмерно. Даже если у этого человека, который просит Матнатхинам, у него есть даже много причин этому человеку не давать. На самом деле, объективно, много причин ему не давать. Например, у этого человека много грехов, он много дел натворил, в своей жизни. Даже он безгранично много делал злодеяний. Но если у этого, мы говорили, что это безграничное сокровище, безграничное благо, но тем не менее, есть у этого условия. И не каждому Всевышнему это даст. Не каждому Всевышнему это даст. Потому что, в конце концов, и у этих благ, и у этих сокровищниц, мы называем это языком сокровищницы. Надо понимать, что речь идет о духовных параметрах, а не словок. Может быть, есть какие-то ассоциации. Так, да, нужно постараться немножко оторваться от этих ассоциаций и понять, что идет о духовных мирах. Тем не менее, есть врата у этой сокровищницы. А у врата есть, есть ключ, который это открывает. Это мебуар, кан, что мефтех лифтох у царды шелхинону, тфилав, и отхина, да? А какой ключ открывает эти врата? Это молитва и молитва. Есть вот эти два момента. Гам маши у лошону битушет филалат сму. Хай ноли вакеш бихинам, да? Есть вот эти два мета. Во-первых, сам по себе, сама по себе форма обращения. Просить бесплатно хинам, просить безвозмездный подарок. Вегам хи аллахаб сукабинян тфила бихлальши цихашит елэшон тахану небу. И само по себе это закон, что Всевышнего надо просить, умоляя, мольбой. Так написано в перке. Когда ты молишься, так написано в поучении отцов. Кстати, в поучении отцов не молись. Делай это автоматически, машинально, да? Без всякого чувства. Но каждый раз проси милосердия и моли Всевышнего. В башалхана рух. И в башалхана рух так написано. И так написано в шелхан рух, в законе, что когда ты просишь Всевышнего, проси как бедня, который просит у порога. Когда человек тот, кто просто понимает, что у него у самого себя нет никаких заслуг, никаких вообще не то, что претензий, даже каких-то намеков на что-то благодаря чему или заслугу чего можно ему дать. У него ничего нет, ничего, ничего. Он полностью бедняк, который в самой низкой точке находится. И так он обращается к Всевышнему. Он не говорит, «Ну вот я сделал что-то так в заслугу этого или я поступил так-то вот так в заслугу этого». Только бров, хаздов и того. То есть он просит, опираясь только на бесконечное милосердие Творца. И это, это самая настоящая совершенная форма молитвы. Это просто пишет Рафпинкус. Это просто, если мы приходим в заслугу из своих хороших дел. Ну, в конце концов, о чем мы можем просить, какие заслуги-то большинство наших дел, большинство наших дней проходит в пустую. Если человек приходит к Всевышнему и говорит, «Делай ради твоего милосердия». Без того, что твое милосердие, твое благо, твое милость, твое добро, оно безгранично. Это на самом деле настоящая просьба. Это на самом деле аргумент. И невозможно этому возразить. И поэтому нет такой возможности, чтобы этот филан не был даден на нее ответ. Потому что это правда, что его правда, его сущность, его добро и его благо, оно безгранично. И никогда не было ни в начале сотворения мира, ни в концу сотворения мира, ничего, что могло бы ограничить Всевышнего, ограничить Его желание дать своим творением. И это по закону обязанность человека именно таким образом приступать к молитве. И не только из-за обязанностей сделать то, как обязали нас мудрецы, как обязал нас Тора, но нужно царих лагешет, ботфилалит ханен, лифне буро, альмахсоро, ашерексару, но именно таким образом приступать к молитве Всевышнему и просить то, о чем человек нуждается. Как бедня, которая стоит у порога дома. И никаких у него нет претензий, или дайте мне что-то, что я мне положено. Ничего не положено, он чувствует себя очень-очень-очень в низкой точке. И он просит матнатхинам, он просит что-то бесплатное, что он не может сказать, дайте мне так надо. И так человек приступает к молитве, он не опирается ни на свои хорошие дела, ни на свои добрые поступки, ни на заповеди, которые он исполнил. Но только на милости и милосердия Всевышнего. И как красиво написано в Мидраше. Как будто Всевышний, он пожаловался на Моше, как будто тот раскрыл его замысел, что он раскрыл его секрет. Как будто человек не раскрыл, как будто он ухватил этот секрет. Как будто кто-то сказал. Потому что если кто-то у него были сокращены, у него стянули ключ, то теперь каждый может прийти и взять сколько он хочет. Потому что ключ забрали. Ключ он теперь стал достоянием общественности. Можно просто прийти и забрать. И так, говорит Мидраше, Всевышний жаловался на Моше, что он раскрыл этот секрет и передал его дальше людям. Надо надеяться, что мы не забудем об этом, когда мы будем молиться и когда просить Всевышнего. Потому что это та форма обращения, которая приносит людям свет и благо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok